Привет всем, с вами Бонд. В сегодняшнем ролике я возьму город Питер с Google Card и превращу его в постапокалиптический концепт-арт в какой-нибудь игре. Как же я люблю постапокалипсис. Также я устрою себе челлендж и отведу на это, скажем, часов пять, чтобы получилось покачественнее, чем прошлое видео. Но прежде чем мы начнем, поставь лайк и напиши комментарий. Это очень помогает к продвижению. А сейчас YouTube немножечко шалит. Напиши, например, какой город следующий взять и разрушить его. Я обязательно прочту. Ну что, поставил лайк? Красавчик. Теперь мы можем начинать. Итак, на этот раз я соединяю фотографии. Нашел отличную проезжую часть и отделю ее от заднего плана. Вдалеке будет один из проспектов Санкт-Петербурга. Когда я там жил, я часто проезжал по этому мосту и мимо этих домов. Также заменю небо на более драматичное с переменной облачностью, чтобы в дальнейшем добавить солнечного света с лучами, проникающие через облака. Это усилит объем и придаст атмосферности. Также я добавил персонажа. Он не будет финальным, но для меня это даст понятие, где и что будет находиться. Следующим шагом идет добавление брошенных автомобилей на проезжую часть. Исходники я взял с 3D-сканов, которые я купил заранее, чтобы не мучиться с перспективой и правильным углом. Работа и так заняла более 4 часов, а так растянулось бы еще куда больше. После того, как я всю массу машин расставил по планам, я начал состаривать дорогу путем поиска разных исходников старых дорог, разумеется. Также я начал добавлять воздушную перспективу объектам, дымку для разделения объектов, чтобы все лучше читалось. Ну и после всего этого я начал добавлять освещение и тени на автомобилях и так далее. Свет-то у нас будет светить сбоку, так что все нужно оформить уже под это все дело. Также нужно не забывать, что это все-таки конец света. Значит, все это дело должно быть заросшее травой, листвой и так далее. Поэтому я занялся добавлением разной травки кадры. Также надо не забывать, что трава тоже подвластна освещению. Ее тоже вписываем в окружение. Тут я уже начинаю добавлять засветов от солнца на авто, и не только, это добавит еще больше атмосферы. Получается своеобразный концепт арт к игре Last of Us в России, например, с налетом атмосферы метро Исход. Можете, кстати, написать в комментариях, на что больше похоже. Не стесняйтесь. Кстати, насчет комментариев. Можете пофантазировать в целом, какой катаклизм случился на арте. Было бы интересно почитать ваши предложения. Тут я добавлю немножко дыма везде. Он будет играть роль витающей в воздухе пыли. Лучики через облака тоже нужно добавить. Вообще, в целом, на протяжении всей работы я постоянно добавлял освещение и тени. Ход мысли следующий. Вижу участок на картинке, срочно надо осветить или затемнить. В таких артах у меня часто нет строгого процесса, который я мог бы поделить на какие-то этапы. Чистая импровизация. Еще появилась идея добавить вдалеке охтоцентр, чтобы полностью закончить сюжет картинки и наглядно показать, куда герой двигается. Понятное дело, что в реальности такого нет. Но и в играх, например, перерабатывают города так, чтобы было все более интересно и скомканно. Дальше я начинаю немного прорабатывать автомобили. Рисую ржавчину на капоте на переднем плане. Все для антуража. Также я немного добавил освещение на зданиях. Там прорабатывать сильно не нужно, это дальний план. Так что и так сойдет. Еще немного смазываю грани освещения, чтобы было немного плавно и мягко. Я ищу, что спутником моего персонажа будет собака. По классике это овчарка. Она в сеттинге постапокалипсиса выглядит достойной и антуражным. Также вписываем ее в окружение. Еще я решил добавить детализацию в картинку и начал добавлять различные бетонные ограждения. Будем считать, что когда начался катаклизм, люди собирались оградить какие-то зоны. Кстати, это подкрепляет соответственно надписью на самих ограждениях. Еще немного добавлю разрушения на зданиях. Все опять же ради антуража и атмосферности безысходности. Попутно добавлю на здания растений. Это придаст чувство того, что прошло уже несколько лет с конца света. Также дорабатываю всякие мелочи и зелень. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и финально добавляю уже самого персонажа. Девушку. Мне кажется, если я бы использовал главного героя мужчину, это было бы сильно банально. Но девушка постапокалипсисе выглядит интересно. Также на девушку добавляю рюкзак с оружием и вписываю в общую картинку. Ну и в целом на девушку тоже нужно добавить освещение и света. Субтитры сделал DimaTorzok Еще добавляю дырки на ахтоцентре. Все-таки он сильно идеальный для конца света. Ну и в целом, я практически совсем закончил. Приступаю к цветокоррекции. Ну как к цветокоррекции? Все равно еще дорабатываю теплое освещение там, где нужно. Да, так бывает, что всегда есть чего допилить. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и все. Арт наконец-то готов. Жду комментарии из разряда, да это же всего лишь коллажек. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, надеюсь вы кайфанули. Эта работа заняла 4 часа 37 минут, если судить по таймингу. А для такой работы, мне кажется, это время отличное. Вы можете написать в комментариях, чего бы вы добавили. Я бы, наверное, проработал еще дорогу немного всяким мусором. Ну это так, на подумать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии обязательно. Ну а с вами был Бонд. Вам я желаю больше креатива. И пока. Пссс. По статистике 20% досматривают отсюда. Так что ты капитальный красавчик. Продолжение следует... Продолжение следует...